Что-то как-то с этой спецоперацией все очень и очень тревожно. Но есть такие вот интересные моменты. То есть, что вообще произошло в Брянской области? На самом-то деле, украинские силы самообороны продемонстрировали всем, всей планете, и в первую очередь, россиянам, что Путин нифига не стерх, что вы не можете защитить свою территорию. Точка. И если вы не можете защитить свою территорию, то не думаю, что Авдеевка и Бахмут принесут вам какую-то радость или сатисфакцию. Я, конечно, задумывался, как человек со специальной подготовки, для чего вот этот террористический акт нужен был. Но вот они ничего сверхъестественного с точки зрения ущерба не нанесли. Они взорвали газораспределительную станцию вроде как, подорвали какую-то линию электропередач, убили наших людей. А какую военную задачу-то они решали? Проговорился товарищ Луговой, или как его там, говорит, что уничтожение россиян, ничего в этом страшного нет, это не ущерб. И когда у них тут паника на болотах по этому поводу, надо же как-то вырулить, то у них там атака была на детский автобус школьный. Мы об этом уже говорили, что очень странно, что делал школьный автобус в месте проведения боевых действий в Брянской области. Да, по моему мнению, прятался от Антона Красовского. Но дальше-то что? Получается, как-то надо объяснять россиянам, которые сомневаются все больше и больше? Или возникает другой вопрос, а может это вообще какие-то бесконтрольные уже Зеленскому банды, которые формируются на территории Украины, которые уже действуют, как хочется им действовать. Это говорит о том, что постепенно, может быть, Зеленский перестает управлять многими подразделениями на подконтрольной территории. Поэтому я считаю, это, конечно, редкое негодяйство. Вроде бы это старая, уже использованная пропагандистская жвачка, что украинская армия не подчиняется Зеленскому, и вот они там воюют, как хотят. Ну, слушайте, война такой интенсивности, такой сложности, что тут без вертикали быть не может. Вопрос в другом, что, получается, воинские подразделения, которые, по мнению этого пропагандона из Госдумы, Гордумы, Госдуры, ну, в общем, из Госдумы, не подчиняются Зеленскому, они отправляются на территорию России. Но если они отправляются на территории России, значит, они все-таки подчиняются Зеленскому. К одному из директоров завода, не буду его публично уничтожать, так скажем, пришли танки с хранения. Ну, и на паре машин проблемы со связью. А что говорит директор завода? А это не гарантийные танки. Я не пришлю своих людей. Вот что, кроме мата, можно сказать этому человеку? Вот насколько надо не понимать? Танкового завода именно. Танкового завода. А почему с ним надо вообще разговаривать? Я тоже так думаю. Сколько с ним надо разговаривать? На мой взгляд, с ним надо разговаривать урону столько, сколько занимает время передергнуть затвор. Это просто фантастика. Как бы нам не было тяжело, но у нас тут нет даже близко вот этой опции расстреливать своих. А этот, Мудозвон вечерний, предлагает расстреливать директоров заводов, которые не хотят ремонтировать танки. Ну, потому что, ну, как любой ремонт, он же должен производиться на основании чего-то. Даже если это государственный завод, то тебе приводят танки, должен быть контракт на ремонт. А Мудозвон это не интересует. Он говорит, давайте расстреляем директора завода. Кстати, идея хорошая, можно выполнять. Но до этого он предлагал пускать на мясо российских военкомов. Было такое? Было. То есть, они вот эту вот свою агрессию направляют внутрь. Ищут врагов внутри России. А это значит, это как раз то и значит, что они дребезжат в середине. Дребезжат. Ну, вот что мне говорит он. Говорит, если увидите Верховного, вы ему только одно скажите. Я говорю, что сказать? Спасибо, что у него хватило мужества это начать. Начать полномасштабную большую войну с Украиной. Есть реакция Маши Захаровой.